всем приветики я снова добралась вот до этого шкафа в коридоре расслаблять все что здесь мне попадется ну и сегодня будет опять мы верхнюю часть не разобрали я хочу все таки как-то вот эти две полки организовать потому что у меня от расслабления шкафов есть несколько мешков с одеждой которые пока никуда не влезают они собственно как лежали изначально в кухне за дверью они там так и лежат даже сложить их некуда напихивать их сюда просто утрамбовывать смысла нет поэтому я хочу расслабить хотя бы одну полку если две разобрать то наверное получится из двух собрать одну пустую мы сейчас будем расслаблять очередной раз книжки почему-то когда я снимаю видео если я снимаю здесь или на кухне у меня включается холодильник если снимаю в комнате начинает пищать собака ладно поехали разбираться надеюсь вы меня будете слышать поехали разбираться я здесь кстати вот сюда потому что здесь сложены рисунки сюда же положила некоторые рисунки ну скорее всего я понимаю что это рисунки сестры ника вот они здесь лежат так у нас тут кстати если кто смотрел предыдущее расслабление здесь есть мешочек который я не смогла вытащить я надеюсь что сегодня мы к нему доберемся кстати такой нюанс я же после одного из расслаблений вот этого как раз шкафа полезла искать в интернете насколько насколько вообще могут быть опасные старые книги старая бумага так вот помимо пыли которая в книжках содержится краска старая тоже не очень-то было полезно поэтому лучше все это добро не храните и по возможности куда-то избавляться так здесь у нас бажов уральские сказы из книг Даниленко Игоря номер 121 видимо из чьей-то библиотеки причем уже кто-то тут раскрашил этого несчастного бажова так интересно какого года книжка неизвестна так сдано в набор в пятьдесят седьмом году здесь теодор драйзер уже разодраны несчастный теодор поэтому мы избавляемся круглый год что это круглый год зима весна какие-то о чем здесь вообще про животных что я не знаю а русский земледельческий календарь но это конечно уже нахрен никому не нужно Георгий Победоносец Егорий или Юрий осенний холодный Юрий в день ну это конечно никому уже не пригодилось ой причем все это добро есть в интернете как хорошо сейчас есть интернет все можно найти и не складировать дома залежи всего алексей николаевич толстой сказки нелеп алексей если кто вдруг не знает у него был еще рассказ серебряный рыцарь если я правильно помню что то такое я помню его нам задавали в школе и у нас дома не было этой книжки более того я была тогда ну в младшей школе нам нужно было его прочитать а в детской библиотеке этой книжки не было в общем мы ходили куда-то с мамой к черту на рога пришлось записывать меня в общем на весь наш район у нас большой район состоящий из трех районов в общем на весь на все эти три района была одна единственная взрослая библиотека в которой была эта книжка в общем мы шли хрен знает куда я помню была зима нас замело в общем добыли эту книжку серебряный рыцарь по-моему называлась тоже вот я тогда как раз узнала про алексей николаевич толстого вот это что же это такое может что-то перепутали восемьдесят четвертого года книжка ее конечно не будем оставлять нафиг она не нужна салаты и бутерброды разограны уже тоже в хлам книжка оставлять ее не будем на всякий случай проверяю что здесь есть интересного какого года то восемьдесят первого года рига джанейр о боже девочки наверняка все читали эту книжку ну или смотрели кино культовая конечно культовая книжка для романтичных барышей вот честно признаюсь я ее до конца не прочитала но фильм смотрела несколько раз так какого какого года девяносто седьмого ну тоже нахрен никому не нужна свежая книжка кузнецов курсом к победе военные мемуары семьдесят пятый год на самом деле не знаю чем это может быть пятьдесят лет но почти бросок в крыль враг отброшен от ленинграда так оставим посмотрим ефим пермитин ручьи весенние не знаю такого книжка в печальном состоянии такая прям старая смотрите у нее прям ну вот если к тому что на экране добавить еще желтизны как будто знаете в чай окунули странички книжки выглядит конечно ужасно не очень ручьи в общем избавляемся от этой книжки на всякий случай кстати пролистывала потому что мало ли какая-то закладка деньги всякое может быть поэтому книжки лучше перелистывать так с путеводителем по москве семьдесят пятого года книжка москва шипаченко господи центральное ядро города в пределах садового кольца автомобильного кольца ну тоже конечно эту книжку ну этот путеводитель уже нафиг никому не нужен google лучший путеводитель да купили вон в москве проспект калинина в доме книги 76 год ну наверное купили да очень не пригодилась очередная разодранная книга глава пятнадцатая тайны слов так ну неизвестно вообще что это такое разодранное выкидываем борис горбатов непокоренные тоже какой-то странный 85 года это тоже судя по тому что она какая-то знаете такая не тронутая ее никто не читал это видимо какая-то бульварная бульварная пресса типа донцовый меньше шолохов рассказы школьная библиотека 75 год а шолоховы тяжеловатые на самом деле рассказы если кому-то это в школе будут задавать скачают в интернете так просим к столу маселюни рига девяносто первый год это ну рецепты тоже нафиг сейчас не пригодились потому что все есть в интернете о журнала лиза какого года скажите мне 14 год журнала лиза да тут интересные были подборочки модных девчонок в 14 году сейчас конечно это уже ой ой все плохо но в 14 году это видимо было еще актуально в рецептах тут целая куча так еще один журнал лишь за того же 14 года примерно с таким же набором шмоток кто помнит моду вот на такие вот на такую обувь ужуть они на самом деле так портят ногу просто ужас очень жалко было девчонок которые портили ногу настолько сильно ох ты боже мой мне показалось или я увидела только что пугачёву марк тишман с пугачёвой я думала с пугачёвой галкин еще молоденькие но нет тишман так еще одна с стопотов журналов лиза за 14 год даже акция счастливый билет на 200 на 2 миллиона рублей но конечно бэлл калман и опра уинфри еще такие более менее молодые по сравнению с тем что сейчас да там там рецепты какие-то закладушки конечно здесь уже ничего интересного мы не найдем так еще какой-то журнал на латышском уже ну тоже какой-то такой новостной а он смотрите прикольно кстати сделано одна часть на латышском ой на русском переворачиваешь а тут тоже самое на латышском молодцы чтобы во все целевые аудитории попасть так Ригас Светки 14 год какие-то новостные новостные новости о юные корабелы юные корабелы смотрите какая книжка она правда вот такой печальной формы так выглядит шаг в твое завтра 76 года в этой книге в этой книге написано для тех кто своими руками хочет строить модели судов и кораблей кратко рассказывается о развитии отечественного кораблестроения и выдающихся русских корабелах создавших новые конструкции кораблей читатели получат сведения по теории корабля и необходимые знания по строительству моделей устройства эксплуатации так ну да кораблестроение конечно вещь прикольная но никому не нужно оставлю я думаю что ненадолго никому полистать он любит такие штуки как знаете у него лежит от автомобилей старые вот эти вот большие были блокноты как как сделан автомат вот он иногда его разглядывает изучает чтобы потом починить свой ну и вот я думаю что с корабелами ему будет интересно полистать в качестве какого-то такого вечернего развлечения так едем дальше так уфа на я достала таки этот пакетик не знаю что здесь ну может быть что-то интересное ура достала пакетик что тут интересного а здесь какие-то тетрадки записульки так это походу чье-то обучение да это все обучалка сестры Ника да всякие разные книжки блокноты прям отлоскопка пустые тетради какие-то непонятно непонятно пустая лежит так еще какая-то папка а здесь математика здесь документы по как это ну что-то типа по успеваемости дневник дневник успеваемости вот забыла как называется да ну да здесь какая-то вся обучалка я думаю что раз ее так бережно положили в пакетик значит хотели сохранить поэтому оставлю и не буду трогать я думала сейчас тут будет нарния какая-нибудь трогай давай едем дальше ладно едем дальше так у меня тут кстати попадаются периодически то что мы разбирали с вами в прошлый раз потому что я их туда же и сложила чтобы они не болтались по всей квартире так а что ты хулиганишь деточка моя слушай у меня такая стопка получается сейчас мы почти разобрали всю эту полку так здесь есть вот такой рулон и это знаете типа наклеивать на стену как это назвать самоклеящиеся обои но они уже засохли пузырями пошли ну и вообще да не стоит их использовать сейчас есть много материалов гораздо более интересно что ты тут копаешь что ты тут копаешь что ты видишь так что вдруг мой дорогой посмотрите на него копает трамп ты тоже хочешь разбираться нет так сиди и смотри не мешайся в общем собаке тоже все очень интересно так здесь у нас славься с трудом своим обалдеть художник лукьянов это кусок разорванной книжки которая блин на самом деле жалко что она не сохранилась потому что здесь очень много прикольных плакатов я сейчас вам покажу май семь седьмого года я подозреваю сейчас две секунды в одном из прошлых расслаблений я нашла такого же размера вот такую модную зарисовочку про костюмы женские и мужские в том числе которые модные удобные мне так она понравилась я ну как бы решила оставить ее себе поставить в рамочку но единственная рамочка которую я здесь нашла была вот такая ну понятно что она совсем не подходит поэтому я хочу как-нибудь дойти купить рамку подходящую по размеру чтобы его туда вставить и круто повесить на стенку это же винтажный плакат ну и вот эту славь Москву трудом своим это конечно тоже винтаж блин семь седьмого года и по нынешним как сказать канонам дизайна он очень актуален в принте поэтому это тоже можно оставить аккуратненько это расправить и тоже повесить блин это прикольно как дизайн так вот куда-нибудь знаете там ну сколько две пока нашлось но может быть найдется три картинки вот их оставить это будет очень круто выглядеть так едем дальше здесь какие-то тоже выдранные листы из книжки из детской уже и разрисованные ну да в общем избавляемся принцесса на горошине для маленьких ой блин я помню у меня такая тоже в детстве была маленькая книжка прям очень известные очень я прям помню вот эти рисунки посмотрите не знаю может быть кто-то помнит может быть думаете сейчас блин что на фигню она там рассказывает не знаю у меня ностальгия это конечно прикольно ой вот это где она в платье в мокром это очень классно ну понятно что это не нужно никому оставлять поэтому выкидываем Лен Дейтон роман бомбардировщик господи на ней посмотрите сколько пыли эх жесть семидесятый год бомбардировщик ужас ну конечно это уже никому не не нужно так генеральный штаб в годы войны Штеменко расстрелянные тучи какой-то вкладыш спутник книга первое издание второе дополненное Москва семьдесят пятый год глава 1 перед войной к читателям генерал армии Штеменко написал потому что знаете на самом деле ну как бы я понимаю что это вряд ли кто-то будет читать но может быть когда-нибудь найдутся какие-нибудь как сказать историки которые возможно перечитают вот эти книжки разных чувачков генералов неважно писателей писак и прочее про войну войны неважно здесь понятно про одну конкретную войну и понятно что каждый пишет исторические события со своей колокольни для кого-то это так выглядит для кого-то это выглядит совершенно иначе у них совершенно противоположные картины третий пишет вообще по-другому вот историю пишут победители как известно и все такое и только лишь почитав разные мнения разных скажем так противоборствующих сторон только таким образом можно для себя понять некую общую картину которая будет больше всего похожа на правду как бы читаешь только одну точку зрения то ты как бы ну понятное дело что ты так и будешь думать вот если читаешь другую ты будешь думать иначе если ты читаешь две то ты будешь понимать что правда она где-то посередине и у тебя будет третье мнение так едем дальше бунин избранные произведения тоже в печальном состоянии москва пятьдесят шестой год обалдеть государственное здание худ литература ну пятьдесят шестой год давайте оставим только пыли кусок вот пятьдесят шестой год мне кажется можно оставить может быть когда-нибудь это будет что-то стоить или можно будет все-таки сдать в библиотеку все-таки такое старье так а здесь у нас папка для марок но марок насколько я знаю марки никто не собирал марок здесь нету к сожалению слайды а не для марок для слайдов интересно альбом для слайдов прикольно окей артикул вот в общем слайдов а может слайды найдутся оставлю пока вдруг надо слайдов туда можно будет сложить раз уж они правильного под них размера так тёма и жучка гарин михайловский тоже какого года восемьдесят первого кажется года да восемьдесят первого года но все это может оставить у нас там в хорошем состоянии книжка о кусок оторванной печки голыши крепыши просто можно на самом деле брать обложку книжки и тоже куда-то вставлять и просто это такая ржака голыши крепыши а здесь зубики про зубики что-то обожака обожака да это про то что нужно зубы чистить каждый день чтобы зубки не болели глыши крикыши забавно оставлю поржать шергин одно дело делаешь другого не портся пословица в рассказах детская литература восемьдесят третий год тоже такие интересные рисунки но это же она разодранная поэтому от нее избавляемся это жуковский жаворонок детская литература тоже такие рисунки красивые сносить а это прям сонная лощина лесной царь кстати неплохая осталось может почитаем свинька поржом так еще тут разодранная книжка как это книжка букварь наверное так это можно назвать скажите мне как правильно рисунки конечно потрясающие из них можно было бы просто ну на самом деле делать дизайн для интерьера ну такая замороченная только лишь я а дизайнеров интерьеров у меня подписчиков нет хотя бы я хотя я с удовольствием бы ну отдала бы это для дизайна потому что интересно интересно можно какие-то кафешки это все повесить например от карлосона 76 года издательство малыш но в печальном конечно состоянии хотя картинки прикольные красивые очень как раскладывать пуговицы истории для маленьких мальчиков и девочек как раскладывать пуговицы очень странно буква е еле еле лена ела есть от лени не хотела дождик дождик не дожди дождик дождик подожди дай дойти до дома дедушке седому класс как муравьишка домой спешил ой тоже блин это чудесная сказка из детства обожала ее в детстве так оставим новые приключения дональда дональда дака у нас есть трамп дональд трамп а это раскраска и она уже раскрашена не пригодилась так снова какие-то выдранные из книжек странички муха цокотуха мне кажется нам что-то такое попадалось или обложка или прям такая же это раскраска мы выкидываем так здесь что летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут ржака ну тоже какие-то куски выдранных книжек о божечки а тут прям страшный дизайн прям мне кажется можно испугаться и с такой ночью присниться трусами просто таки не отмахаешься да круглый год маршак мои первые книжки тоже 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 разодранная без обложки выкидываем владимир ильич ленин это название книжки она писала крупская и его иная жена интересно обалдеть смотрите картины и это интересно это я сама хочу почитать так вадим гусин комарище и слоненок тоже разодранная без обложки книжка избавляемся альгирдос поциус барбоско путешественник смешная тоже оставлю почему-то у меня сегодня ностальжи оставляет вот эти старые книжки шарли перо красная шапочка но она что-то уже совсем такая помятая хотя смотрите рисунки Дегтярева в таком как будто акварелью рисовали она прям очень сильно помятая шапка с волком спит что так они придумают так январь восемьдесят девятого года здесь календарь а здесь смотрите как интересно здесь идет календарь и сразу сказки вот например июнь восемьдесят девятого года немецкая народская сказка молотильщик и черт вот май восемьдесят девятого когда мой брат родился и здесь две вороны осетинская народная сказка но это не пригодилась но это не пригодилась не ну вот это мне в июне барышня посмотрите какая красотка нравится но не пригодилась делать сказку никому поэтому мы избавляемся так корней чуковский телефон стихи здесь еще прослоненка разодранная тоже чуковский это у нас жив чуковский жив оставим кафедра доверия павел стреблов кафедра доверия тут смотрите тут собака нарисован что про собак а нет это рассказы таллин племут рок лесной катюшек ну рассказы да фредди какого года 88 тоже не особо имеет какой-то ценности и вряд ли когда-нибудь заимеет федорина горе а я тоже помню это федорина горе обалдял но она разодранная поэтому конечно избавляемся от этого так опять раскраски с мухой цокотухой раскрашенные раскраски муха цокотуха тоже какая-то обложка оторванная от нее про тонку тонк 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 у охоты у охотника я увидел песик он какой неинтересный так тетрадь ника что-то он тут писал мы живем в новом доме Алеша мой друг да это его тетрадка детская выкидываем как мне не плакать пойдем тарам-барам про Петю петушка что ли ну да но какая-то она современная судя по картинкам они уже смотрите современные картинки они не настолько классно интересно прорисованы они не такие очень 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 простые выкидываем так опять корней Чуковский пять загадок двадцать пять загадок двадцать пять отгадок код василий тоже какая-то не особо интересная киты кот борис заходер тоже картинки не особо интересные так дальше идем колокол китайские сказки у меня в детстве была толстая книжка там были какие монгольские сказки еще ну примерно они все были вот формата вот такого же опять примерно со всякими сказками народов мира вот ну конечно неинтересно горшок каши братья грим разодранная тоже для первоклашек горшочек каши бунин рассказы тоже вся подранная несчастная книжка ой ну и рассказы тут конечно так себе плохо ну тяжело читаться потому что мелкий шрифт как в энциклопедии жил у нас знаете слоненок разодранную вторую часть мы от него уже выкинули телефон Чуковский тоже с дурацкими картинками вот это мадам свинюшка очаровательна а баржака так новый горизонт фирма фирма тихая грусть тоже какой-то журнал боже старинный старинный журнал роман 14 газета валентин пик или фаворит ну тоже непонятно какого года 88 роман хроника времен Екатерины 2 двух томаг окончание ну понятно что никому не нужно так еще какая-то разодранная просто-таки очень разодранная очень разодранная может быть все-таки что очень разодранная что-то а тоже тот же фаворит пикуль первая часть роман газета 13 тоже пикуль того же 88 года тоже не понадобится Мельников Андрей Печерский на горах вторая часть 87 года Минск 35 лет ну кому это нужно никому так Джеймс Фенни Марк Купер тоже какая-то вторая часть пионеры или у истоков у истоков Саскуи Ханны звучит как матка какой-то 82 год тоже такое ощущение что даже не читали ни разу что он такой гладенький иначе да неинтересно так детская сказка под названием глупая лошадь ой ображаться можно ой а здесь вот прям этот на Марк Шагала похож рисунок кто интересно здесь художник Шандро 69 год между прочим новосибирск неужели книжки книжка 69 года даже здесь не написано что напечатано в 69 году тут как-то странно а 91 год да так лесная сказка ну книжка уже разодранная выкидываем сказка про мышку веслоушку ганс фалат не знаю какую 93 год но тоже уже подранная выкидываем так еще какие-то подранные книжки детские тоже избавляемся такая сумка уже огромная набралась пора уже идти сейчас меня в стопку разберут и получится что у нас практически разобран верх в следующий раз тогда постараюсь максимально из вот этой второй полки все выгрести и пересмотреть звездная дорожка саконская саконская не пригодилось два мороза издательство малыш моркова 89 год нафиг о тоже какая-то дранина разодранная детская кусочек сказки домашний очаг четырнадцатый год маленький о здесь даже есть неиспользованные пробники вот еще один странно обычно это все используется ну ладно так балтийский сезон не зевай гюльч так выкидываем так еще очередные продранные мышки книжки здесь детские выкидываем красная шапочка шарль 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 перо тоже сказки сказки какой мой додыр прикольный увидишь не очень так вечерняя песня господи золотое полотенце стихи латышских советских поэтов для детей перевод с латышского шестьдесят седьмой год ну да тут конечно такие рисунки странные смотрите дети с серыми лицами я понимаю что это дизайн такой никто ничего не имел Дурнова в виду но выглядит это устрашающе поэтому избавляемся так как окнется так и откликнется лисица оho детектив ага выкидываем потому что конечно такой мягкий Так, ну что, мы сделали большое расхламление книжек, и сейчас я покажу для тех, кто любит, что выкинула. Такая куча у нас собралась на мусорку, сейчас пойду гулять с Трампом, это выкину. Вот здесь у нас осталась одна стопка, у меня уже нет сил это разбирать, тогда на следующий раз. И в следующий раз начнем еще вот эту стопку разбирать. Так, а вот это справочник школьника мы оставили в прошлый раз, поэтому я его не показывала. И здесь вон всякие обучающие материалы и то, что я решила оставить, ну немного, так что хорошо. Вот этот пакет, который не давал мне покоя долгое время, но оказывается там учебные материалы, их тоже решила оставить. Все, пойду я сейчас выкину то, что нужно выкинуть, и сложу аккуратненько обратно туда наверх то, что оставила, но сначала надо там пропылесосить. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok